Но придет полтос, ты обидишься на жизнь? Ну, наверное, да. Если в двух словах, то я занят какой-то хуйней. А можно сказать? Привет, ребята! Привет, ребята! Нет, я бывает... Есть возможность. А ты в кредит взял? Нет, кстати. Кинул котлету. И взял ее. Если спиздить 5 миллионов и... Ой, 50, допустим, и 5 мало, да. А если уволят, а ты, в принципе, не расстроюсь. Деньги есть. Я буду задавать тебе любые вопросы, а ты уже сам крутись, на что ты там будешь отвечать. Вроде как, маску хотел одеть, а уже не хочешь, да? То есть, уже хочешь просто съебать с этой работы. Да, как многие мои коллеги, наверное. Ну, подожди. Ты работаешь в крупном банке. Крупном. Серьезном. Там должно быть, как там, какой-нибудь соцпакет, я не знаю, что там. ДМС. ДМС это что? Добровольное медицинское страхование. Видишь, я никогда нигде не работал в таком. Я даже не знаю, что это такое. У тебя все официально. Прям лучшая работа в мире. И она тебя не устраивает? Слушай, многие хотели бы, наверное, быть банкирами, но я разочарую. То, по сути, это обычная работа. И ничего в этом такого прям сверхъестественного нету. Это не как в фильме «Волк с Уолл-Сристом». Где ты нюхаешь кокос. Где ты нюхаешь кокос, да, да. И всех трахаешь, и у тебя мешки бабла, да? Типа того, да. Все не так. Ну, скажи, это говняная работа? Слушай, я в студенческие годы, там, по-моему, на первом курсе или в 11 классе работал в Макдональдсе. Вот я считаю, что Макдональдс – это работа для студентов и школьников. А работа вот в банке, вот как я работаю, это уже для таких людей, ну, 25 плюс. Вот, знаешь, такая, типа, тема. Но такая же. Ну, такая же, по сути. Как и Макдак, только просто если ты лет на 5-10 постарше. Да, постарше. Зарплата, соответственно, чуть побольше там. Ну, не будем там, да, вдаваться. Ну, прям не горы. Почему не будем? 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 Конечно. Вот сколько зарабатывает там обычный несчастный такой вот человек? Банкир. Да, банкир. Несчастный банкир. Ну, прям там за трехзначные числа не переваливает слишком. В смысле? Меньше меня, что ли? Ну, я не знаю, сколько ты. Не, ну, я миллиардер как бы. Ладно, хуй с ним. Ну, хорошо. Вот ты про свою зарплату скажешь, цифру? Да, наверное, лишнее. Ну, не прям там, не обольщайтесь. Блин, ну, нужна цифра. Что значит не обольщайтесь? Давай, говори. 80 можно заработать в твоем случае? Ну, можно, можно. И это будет уже хорошо или это, ну, так? Слушай, а ко всему привыкаешь. Не могу сказать, что прям, ну, наверное, неплохо для Питера. Может быть, да, нормально. Не, вот если ты, например, в следующем месяце получишь 80, ты обидишься на жизнь? Ну, это опять же нелинейно. Когда есть премия, когда есть просто оклад, это всегда по-разному. Но придет полтос, ты обидишься на жизнь? Ну, наверное, да. А 80, наверное, нет. Ну, уже нормально будет, да. Понятно. То есть, получается так, если правильно я тебя понял. Вот обычный несчастный банкир, если он, то есть он сотку не заработает. Слушай, ну, кто по... Опа, мы сейчас промокнем. Сейчас мы промокнем. Не каждый банкир зарабатывает 100 тысяч. Не каждый, но многие зарабатывают, наверное. Вот кто в банке зарабатывает сотку и больше? Слушай, ну, понятно, что это не те, кто сидят и, там, я не знаю, бабкам пенсию выдают. То есть... Ну, это кассиры какие-то, я не знаю, кто там. Ну, это, да, это не кассиры, это, там, работа внутренних, наверное, служит банка, аудит, там, риски и так далее. Кто просчитывает какие-то модели, там, кредитование. Но это не просто, конечно, кто сидит за кассой, типа, в зеленом платке, там, или не в зеленом. В цветном, в желтом. В цветном, да, или в желтом. Слушай, а вот смотри, например, сейчас у многих банков много какой работы идет удаленно. Например, какой-нибудь Тинькофф. Ну, да. Там просто человек может сидеть дома и работать, как бы, в банке, да? По сути, да, да, у них такое есть. Ну, вот у нас, в связи с коронавирусом тоже. Ты не Тинькофф. Я не Тинькофф. Ага, чтобы сразу было понятно. Но карта у меня Тинькофф. Не своего банка, а Тинькофф, да? На своего тоже приходится, но с нее быстро все уходит. Потому что заплаты нищие. По другому, да, да, да. Сколько лет ты уже работаешь там? Сколько лет я уже работаю там? А зачем ты повторяешь вопрос? Это тебя в банке так научили, чтобы как бы выглядеть более серьезным таким? Или что? Ну, а по мне видно вообще, что я выгляжу серьезно. Вот я пришел в шортах, в бейсболке. Нет, ты выглядишь нихуя не серьезно. Ну, так вот. Ну, ты же не в банке. Кстати, может, угадаешь, сколько мне лет еще, может? Интересно будет. Ну, 27. Ну, 32. Ты хорошо выглядишь, кстати. Хорошо, да, спасибо. Видишь, работа в банке делает человека таким красивым, охуенным. Ой, спасибо, спасибо. А, сколько лет в банке? Слушай, в банке, ну, в разных подразделениях работал. Ну, 5, наверное, лет работаю. И сейчас у тебя желание оттуда свалить? Желание что-то поменять, да. Потому что я понимаю, что дело не в зарплате. Я бы готов был, на самом деле, даже получать меньше, но делать что-то другое, наверное, так могу сказать. То есть ты сейчас, на сегодняшний момент, прямо уже просто не хочешь там быть? Или ты как бы... Просто не хочу. У меня сегодня последний день отпуска. Мы вот с тобой встретились. И я прям максимально не хочу. То есть завтра, блин, ужасное завтра будет, да? Да, да. Я понимаю, что эта неделя будет такой сложной, прямо, потому что надо будет как-то вливаться. Надеюсь, там будет не завал. Но у тебя тяжелая работа? Морально тяжелая. В плане, естественно, я там мешки не ворочаю, но голова, бывает, пухнет. А пухнет почему? Потому что много информации? Много информации, огромные вот эти вот документы, там, по 400 страниц. Ты, естественно, ничего там наизусть не знаешь, не понимаешь. Приходится в этом всегда разбираться, всегда есть какие-то заморочки. А что тебе там не нравится? То, что ты как бы занят хуйней какой-то? Слушай, бывает, да, какой-то плевый вопрос, но ты формально должен по нему написать книгу, как бы, да, грубо говоря. И это я считаю, что это как бы не нужно. Ну да, я, если в двух словах, то я занят какой-то хуйней. Я не считаю, что это как-то прям важно и действительно где-то это потерял мысль. Нет, ну то, что ты не считаешь это важным. Слушай, не то, что нет, не считаю прям важным, там, есть какие-то, допустим, моменты, которые, конечно, надо просчитать, там, все прописать, но есть, но это единичные на самом случае. Бывает, вот, знаешь как, бывает изначально все понятно, вот, с первого взгляда, вот, дать этому кредит или этому не дать, грубо говоря. Но тебе надо формально потратить, вот, все сделать, как надо, вот, написать вот эту книгу никому не нужную, все это, никто это не будет читать и в итоге... Действительно никто не будет читать? Ну, может кто-то будет читать, но... Чуть-чуть? Чуть-чуть, да. Не все это случайно. Это как реферат в универе, наверное, какой-то, кто там что-то почитает, но никто не будет это читать, там, типа... То есть эта ситуация, приходит какой-нибудь голодранец, чтобы взять кредит себе на какой-нибудь там, не знаю, смузи-бар, да, пришел наркоман вчерашний, хочет открыть смузи-бар где-нибудь на Невском, ему нужно, ну, сколько, миллион, два, сколько? Ну, пусть будет. Пусть будет, от миллиона до двух, к примеру, да? Да, у меня бизнес крупный, так что смузи-бары это немножко раньше было, давно, где-то в 13-м году, сейчас уже. А сейчас типа вот декатлон кто-то хочет? Сейчас вот декатлон построить, к примеру. Ну, это уже не бывший наркоман, а, наверное, просто наркоман. Просто наркоман. Нет, ну, реально видно, что приходит просто пиздобол какой-то, никто, прям вот, да, и вот он хочет взять там, например, 50 миллионов, так? Ну, типа того. И ты понимаешь, что, допустим, вот, что ему не надо давать, но тебе надо написать 10 листов, что ему не надо давать. Скажи, а вот я к тебе приду, мне надо 50 миллионов. Ты мне дашь 50 миллионов? Тебе? Ну, я бы рад был, если бы это от меня зависело, но, во-первых, ты вряд ли попадешь именно ко мне. Не, ну мы можем как-то это организовать, мне просто нужно. Слушай, да, в плане вот какого-то левака, если это прям так, ну, всех интересует там, где-то там ты в банке работаешь, сидишь на пачках с деньгами. Кстати, подожди, ты хочешь уйти с работы? Мы берем 50 миллионов, делим пополам, тебе 25, не 25. Ты же можешь после этого уйти с работы? Чтобы все это обобщить, во-первых, такой возможности вообще нету. Чтобы никто не думал, что там, типа, сидишь вот реально как на складе Дикси на картошке, и можно с собой домой, там, да, пару картошек в карман. Нет, такого как бы нету, максимально все безопасно в этом плане, все люди честные, но... В смысле все люди честные? Все в банке, ну, конкретно вот со мной работают, все молодцы, как бы все ребята честные, все такие прям интеллигенты, и все молодцы. Ну, среди таких обычно вот всякие маничеллы и ворюги как раз и водятся, самые крутые мошенники, они не выглядят как мошенники, если что. Ну, может быть, может быть, может быть, может быть, я просто что-то не понимаю в этой жизни. Скорее всего, наверное, может, меня окружают такие люди. Короче, нам с тобой такую тему не замутить. Не, не замутить по-любому, при большом даже желании нет. То есть, эту систему не обмануть таким образом? Слушай, нет, не обмануть, и я думаю, что даже если было обмануть, ну, никто не хочет сидеть прям, ну, из адекватных людей. Почему сидеть? Ну, а как ты обманишь кого-то на большие деньги? Ну, как все, просто и взял и ушел, и тебя не поймали. Слушай, ну, в России, наверное, да, как бы так принято, что ты живешь круто, если кого-то обманул. Ну, не знаю, многие так, наверное, считают, но не знаю. Ну, тебе сама идея не нравится. Не в моем болоте, да и мне не нравится такая идея, наверное, да. Насчет болота, кстати, вообще, как они громко квакают там. Вон он, вон, кстати, вон, вон торчит. Да, ничего себе. Пиздец, они квакают очень мощно. Так, а тебя вот что не устраивает? Ты хочешь просто свою жизнь как-то изменить? Слушай, хочу свою жизнь изменить. У меня просто много друзей, кто чем занимается, кто тачками занимается, кто чем занимается, кто ставками на спорт занимается. Хорошее дело. Хорошее дело, на самом деле. Из банка туда в самый раз. Да, аналитик, кстати, это же аналитика, на самом деле, не просто лудоман какой-то. То есть человек работал там, ну, не будем называть там имен, да. Ну, короче, все, кто чем-то занимается, да, и жизнь у них, мне кажется, поинтереснее. Хотя я не то, что прям жалуюсь там на жизнь, то есть вроде и деньги есть. Машина у тебя хорошая, не будем говорить какая, чтобы не спалить из немецкой тройки. Ну, да, да. Ну, простая, но да. Ну, ведь это же не Солярис. Ну, это не Солярис. Ты взял как бы нормальную машину. Да. Есть возможность. А ты в кредит взял или так, кинул котлету просто? Кинул котлету. И взял ее. Кинул котлету, да. Блядь, слушай. Ты понимаешь, вот я какую мысль хочу сказать. Ты хорошо выглядишь. Да. Ты, наверное, кушаешь нормальную еду. Нормальная машина. Ты живешь в общаге? Нет, вот, кстати, живу с родителями, но в процессе решения. В процессе выселения родителей у них дом престарелых или что? В процессе покупки, да, там, скажем, квартиры. Ну, которые ты тоже кинешь, там, мешок такой. Нет, там не получится уже так. Там придется все-таки в ипотеку. И вот, наверное, вот ипотека меня тормозит, наверное, сменить деятельность. Потому что я понимаю, что сейчас либо вписываться в квартиру, либо отправиться искать себя. И вот сейчас на таком вот жизненном. Такой еще очень важный вопрос. Баба у тебя есть? Жена. А, жена. А, ну просто даже не посмотрел. А давно она у тебя есть? Жена два года как, знакомая уже давно. А у нее что, жилье? У нее сейчас тоже покупает квартиру. Покупает себе квартиру, да? А нахрена тебе покупать квартиру? Ну, да как инвестиционный актив или может потом расшириться. Ну, на самом деле нет. Просто есть желание сейчас купить. Сейчас такие цены, видишь, растут. Сейчас надо что-то. Как раз надо брать, да? Куда-то, да, вкидывать деньги надо. А, ну есть просто мешочек. Ну, чуть-чуть небольшой мешочек есть. Ну, просто смотри, у тебя сейчас, вот если мы говорим про материальный мир, у тебя все хорошо. Ну, не так, чтобы супер, но... Не, ну нормально. Ну, нормально, нормально. Ты не паришься, что ты сегодня будешь чем-то будешь ужинать. Да, такого уж такого, да. То есть у тебя это уже нормально. У тебя нет такой проблемы. Но у тебя внутри тебя просто что-то есть, что ты занимаешься не собой, не своей жизнью, а какой-то хуйной. Понимаешь, я не могу там добиться прям каких-то вершин, потому что я просто врубаю, что мне вот, ну, мне не хочется в этом разбираться. То есть просто не хочется в это погружаться. Да, я как бы там не какой-то самый там последний сотрудник, но и как бы первым я вряд ли буду. А почему? Друзья, у кого есть своя машина, подключайтесь в парк Тихий. Работаем по всей стране. Моментальные выплаты 2%. Че, Паш, летает? Конечно. Телефон ты видишь, в Телеграме пиши, высылай документы, все, через 5 минут поехал работать. Заправки, все ништяки. Ребята, парк Тихий, телефон видишь, вся информация в описании. Опять же, нет мотивации огромной в этом разбираться. А, ну просто у тебя нету интереса. Я как бы вот делаю то, что есть, я не делаю сверх. И я понимаю, что этого, конечно, ну, нельзя так, по сути, да. То есть если ты там делаешь что-то, ты должен делать прям максимум, чтобы в чем-то развиваться. Ну, у меня такое, знаешь, вот очень там развитие такое, уже как бы не скатиться, мне кажется. Короче, да, надо что-то думать. Так а почему? Почему, да. Вот ты все время спрашиваешь, почему, я так и все не отвечаю, почему. Но просто понимаю, что не мое. Мне не хочется копаться в этих цифрах, в бумажках. Вот сидеть за компом, как говорится, в офисе. Вот многие бы, наверное, хотели сидеть в офисе за компом. Да я раньше вот хотел. По сути, моя мечта исполнилась. Я же хотел туда устроиться. Я просто устроился, да, как бы, это была реально моя мечта. Но сейчас я понял, что это вообще не мое. И вот хочется сменить. И тебя вообще пугает то, что может быть все что угодно? Ты же можешь не найти ничего. Да слушай, бывали моменты, что я сидел и без работы. И, ну, в итоге, ну, можно найти работу. Но пугает, конечно, как бы, вроде место нормальное. И чертова знает, что там дальше будет. Может, я уйду и все проебу. И машины не будет, и квартиры. Ну, вполне возможно. Да, и такие мысли, конечно, тоже посещаю. А что ты хочешь вообще в жизни? Жить и радоваться жизни. Как бы это смешно ни звучало. Смотря твой канал, конечно, это... Я стараюсь. И во многом мне, может, помогло, да, так уже чего-то там. И с алкоголем меньше начал там. Ну, еще бывает. А с наркотиками? Наркотиками? Нет, нет. Уже все, да? Нет, да. Уже все. Остановился. Так что, да. Ну, пытаюсь как бы немножко с собой заняться. К 30 годам, да? Так а что значит с собой заняться? Что тебе в себе не устроено? Слушай, настроить, настроить, вот, не знаю, мысли на нужный лад. Потому что я бывает, вот, знаешь, забываю, что такое радоваться жизни. Как-то вот какую-то вещь купил и не успел даже порадоваться. И как-то, знаешь, дальше вот все, работа, там, работа, дела какие-то. Ну, запариваешься. Ну, вот, в отпуск вышел, насладился вот погодой. Нет, хорошая погода была, сейчас просто дождь. Вот, а так? Ну, как бы, не знаю, не успеваешь жить, что ли, во всей суматохе. Так а ты, может, никогда и не успеешь жить? Вот, хотелось бы успеть. Немножко. А как это сделать-то? Что значит успеть жить? То есть, вот это время на работе в банке, ты это не считаешь жизнью, естественно? Слушай, нет, нет, не считаю. То есть, это время, которое уходит? Это проебанное время, в моем плане. Да, понятное дело, что многие, вот, прямо они на своем месте. А и хорошие спецы сидят, аналитики отличные, очень внимательные, скрупулезные. Мне, ну, как-то больше движухи, наверное, я не знаю. Вообще, наверное, разговариваешься не как банковский работник. Ну, ты и не банковский работник, ты человек. Ну, да. Сейчас, особенно в отпуске, могу себе позволить. Побыть человеком. Побыть человеком, да. Ты сказал в начале разговора, что не обольщайтесь, типа, насчет банковской работы. Да. Что в ней такого, например, нехорошего? Какие минусы? Слушай, нехорошего, это все очень регламентировано, все очень жестко. Вот все как по уставу. Знаешь, шаг влево, шаг вправо, там, запятую не там поставил, все. Ну, понятно, что работа и там с большими числами и так далее. Там, не проебаться. Да даже те же кассирши там бывают, знаешь, на другой счет там кому-нибудь десятку кинут, уже у них и зарплаты. А тут, как бы, если мы говорим о других цифрах, то, ну, естественно, ответственность большая. Как бы, из зарплаты, наверное, из моей нет смысла вычитать 50 миллионов на постройку Декатлона, но, как бы, морально можно отхватить, ну, нехило. А посадить могут, если ты что-то напутаешь? Слушай, ну, таких, как бы, у нас истории не было, но смотря как напутать. Если себе, наверное, кинешь 50 миллионов, тогда, да, по-любому могут. Не, кому-нибудь из друзей, знакомых. Ну, да, да, я об этом. Могут посадить, да? Ну, конечно. А на сколько? Не знаю. Может, есть смысл посидеть, а потом, как бы, жить. Да, да. Для себя. Если спиздить 5 миллионов и, ой, 50, допустим, и 5 мало, да. 5 нет смысла вообще. 50 спиздить и посидеть 5 лет, и типа по 10 лямов в год, ну, столько, наверное, не заработаешь, может, имеет смысл. Ну, если не отнимут, да? Ну, да, если все посчитать. Зарыть и потом откопать, если найдешь потом. Ну, или купить какой-то актив, который не подешевеет. Такие тоже надо. Ну, это все, конечно, да, такое шуточное. Все очень серьезно в плане, и не обольщайтесь, да, просто, что многие там хотят, ну, опять же, многие, наверное, мечтают работать в офисе, многие хотят быть банкиром. Подумайте. Ну, как, так, о чем думать? Вот что плохого? Там есть у вас, например, своя какая-то иерархия такая, что вот сын папы здесь устроился, брат сват? Нет, нет, все намного проще. Да, я говорю, ты устраиваешься просто как на работу, и там нет каких-то блатных должностей. Это довольно-таки обычная примитивная работа, просто вот сидеть и спокойно сидеть в тишине, что-то там высчитывать, печатать. И, ну, нет никакой романтики, вот я говорю, это не как Уолл-Срид, это не как Духлес. Это вот никуда ты не едешь на Мерседесе там и нюхаешь кокаин при этом там, что-то там обсуждая какие-то дела по телефону. Нет, ты сидишь за компом, ты обычный офисник. Ну, просто офисная работа. Да, именно так. А там реально сделать карьеру от нуля, грубо говоря, от какого-то там, ну, низшего работника до чего-то прямо вот серьезного? Слушай, ну, карьеру, да, реально сделать. И в основном ее делают, опять же, приезжие люди. Мне кажется, приезжие люди вообще из других городов у нас, ну... А ты питерский? Я именно питерский, да. Ну, отец у меня не русский, а родился я в Ленинграде. Да, вот. И получается, все мои друзья, кто здесь родились, ну, мне кажется, что мы какие-то более расслабленные, что ли. Нам вот надо меньше. А люди, которые приезжают, естественно, у них амбиции, мне надо сразу где-то жить, мне надо вот это все. Они достигаторы, да. То есть, ну, у нас, в принципе, в банке тоже много очень людей из других городов, и они, мне кажется, быстрее развиваются как-то. То есть, ты можешь прийти, устроиться вот, грубо говоря, в какой-то банк, в известный обычный, там, каким-то клерком минимальным. Если ты будешь стараться, у тебя есть все возможности, чтобы дойти, там, к пенсии или, я не знаю, к какому-то возрасту уже таким, на такой хорошей должности, где будет хорошая зарплата. Слушай, да, можно, можно. Это как в любой, да это, по сути, банк, там, я хочу к тому подвести, что, на самом деле, любая работа по найму, это вот как вот, я не знаю, там, в окею строиться продавцом, ты тоже можешь там стать директором. Вот в банке то же самое, на самом деле. Там более, ну, вариация, вот, допустим, веток развития, она, конечно, более большая, там, кредиты, там, этим, кредиты, этим, там, пенсию бабкам и так далее, там, ипотеки семьям. Там, в общем, много всяких разных направлений, много разных, там, служб, но суть, суть одна. Ты просто работаешь. Ты просто работаешь, и все, да, и можешь развиться. А вот сколько зарабатывают там, ну, я не знаю, вот у тебя, видимо, какая-то не самая высокая должность, не самая низкая, а вот которые уже такие побольше. Там есть люди, которые зарабатывают, вот именно у них зарплата, там, например, 500 тысяч в месяц. Есть такие? Ммм, слушай, ну, в какую-нибудь годовую премию, у кого, ну, вполне возможно такая зарплата. А что значит годовую премию? Ну, типа, годовая премия, знаешь, это как, чтобы, ну, как мне кажется, да, ну, как многим кажется, чтобы ты не ушел там завтра, допустим, не уволился, то есть вот именно большая есть годовая премия. Ну, опять же, у всех по-разному, чтобы ты именно досидел до конца года, чтобы ты вот в июне вот так захотел вот свалить после отпуска, как я сейчас, и подумал трижды, что доработать можно до декабря и получить вот. А там такое у вас есть, да, что в декабре там раздают деньги? Ну, к примеру, да, там в декабре там, да, какая-нибудь там премия, ну, или квартальная, опять же. У тебя какая была самая большая премия? Плюсик такой жирный. Слушай, я, наверное, не буду в цифрах, но чтобы просто понимать, да, почему я так говорю, это где-то 30% от совокупного годового дохода. То есть, если, к примеру, ты получаешь там миллион в год. Ну, там в год миллион двести, чтобы по сто тысяч рублей в месяц, ну, так, чтобы для ровного-ровного еще миллион, то есть 30%. Короче, фишка в том, что ты получаешь не по сто тысяч в месяц, а ты получаешь, к примеру, 50-50-50, бам, 250. Вот, и ты сидишь и вот ждешь вот этих вот, да, этот кусочек. Ну, да, вот этот кусочек, он такой привлекательный, да? Ну, да. Он бывает раз в год или раз в квартал? Да, слушай, у всех по-разному, на самом деле, это даже от управления зависит. У кого-то месячные премии, у кого-то квартальные, у кого-то там, ну, годовая. Ну, конкретно, да, говорю, что в конце года можно хапнуть. А есть такое, ну, какая-то должность, на которой ты действительно можешь хапнуть, например, несколько миллионов вот этого бонуса? Слушай, ну, наверняка есть. Наверняка есть у каких-нибудь. Ну, у Олега, может быть, есть, да? У Олега Попова? Да, у Тинькова. Я не знаю. Нет, ну, он-то хозяин. Хозяин, да. Нет, ну, есть же такие тоже маленькие хозяева жизни. Просто человек, работающий в банке, ведь есть же у вас какие-то люди, которые, например, купили себе коттедж и крузак. У нас, кстати, есть один товарищ на крузаке. А на новом? Не, на старом. Ну, на старом на каком? Старый крузак стоит миллион. Ну, мне кажется, ну, может быть, чуть-чуть поновее. Ну, я не знаю, правда. Ну, 200-й крузак обычный. Не, ну, 200-й он начинается от миллион семьсот, миллион восемьсот. Ну, вот мне кажется, вот так вот как-то, да. Ага, ну, он его себе купил в какой-то момент. Да. А живет. Но не обязательно, что он это на дохуй купил. Ну, не, ну, понятно, что не обязательно. Может, еще что-то, да. Ну, у тебя есть какой-то руководитель, который ездит на какой-нибудь жирной тачке? Да, я бы не сказал, что это жирные тачки. Нет, это обычные тачки. Ну, как бы не Солярисы, но и там не X5 даже. Вот. Вот как-то так. Ну, то есть, получается, там нету каких-то глобальных денег. Глобальных денег нету. Вот еще раз, да, мы к этому возвращаемся, что это просто работа по найму. Просто она немножко более такая, так скажем, наверное, относительно всего рынка труда высокооплачиваемая. Ну, хотя, опять же, там какие-нибудь сварщики там тоже могут по 80 тысяч спокойно, да, там. Конечно. Да и в том же такси, мне кажется, люди и по 100 некоторые зарабатывают. Ну, вот на стройке, например, есть люди, которые реально зарабатывают по 150. Но это больше, чем банкиры. И вот вы думаете насчет банкиров, что бывает, как бы, сварщики зарабатывают больше банкиров. Да, тут просто каждый выбирает для себя, подходит ему эта деятельность или нет. Да, потому что в перерыве между работой в банке я работал и в тюнинге тачек. Это был аквапринт. Я там получал меньше, но мне даже нравилось. То есть это какое-то творчество было. Там рисовали вот эти все, ну, не рисовали, так скажем. Ну, это оклейка, да, вот эта окраска. То есть такая более творческая работа. То есть, в принципе, я не боялся замарать руки. Это сейчас я стучу по клавиатуре. Ну, хорошо. Ты хочешь уйти из банка. У тебя есть какие-то уже мысли? Ты просто уже даже просто хочешь свалить, лишь бы свалить. Слушай, ну, у нас есть и такие люди, кто просто свалил и просто в свободное плавание. Типа, а-ля, там, биткоин майнить, может быть. Я не знаю, меня привлекает какое-то творчество. Я, может быть, вот, не знаю, озвучивал бы фильмы или мультфильмы. У меня одноклассник, кстати, занимается этим. А можно сказать, привет, ребята? Привет, ребята. Нет, я бывает перед зеркалом, знаешь, там, репетируешь какие-то моменты. Ну, прикольно. То есть я, возможно, займусь этим. Вот завтра с человеком встречаюсь как раз на эту тему. Может, буду учиться. А, то есть преподаватель? Ну, он как, он, получается, мы с ним в школе учились. Никита, привет. Вот, да, у него есть свой канал тоже на ютубе. Вот, он озвучивает аниме, с ним встречусь. Он обучает людей, озвучки. Ну, я думаю, как в свободное время, может быть, приму участие в обучении, там что получится. Слушай, интересная тема. Я надеюсь, что у тебя получится. Спасибо. Потому что, если у тебя получится, то было бы интересно об этом тоже поговорить. Да, да. Через какое-то время, да. Блин, круто. Мне нравится вообще всякий творческий движняк такой. Он намного интереснее, чем какая-то обычная такая работа. Не хочу шило на мыло менять, знаешь, как многие, там, типа, вот, к примеру, там, получая 80, хотят, там, получить 100 и просто идут в такой же банк с другим названием. И, в принципе, там, не факт, что у тебя будет нормальный коллектив, нормальный начальник, а ты здесь на хорошем счету, к примеру. Просто надо понять, что ты, сделают ли тебе вот эти 20 тысяч разницы счастливее? То есть, или тебе вообще надо что-то менять? Вот как-то так. Я понял, что меня вот эти 20 тысяч прям глобально, там, к примеру, не сделают счастливым. Если я просто пойду в другой банк, к примеру, работать. Если ты живешь, например, где-то там, где у тебя зарплата 20 тысяч и к ней сверху 20 тысяч, вот это уже, да. В процентах, если мы смотрим, да, как бы 20 плюс 20, если 40, да, если 80 плюс 20, 100, это разные вещи. Есть ли мне что-то обосрать? Да, наверное, нет. Просто мне кажется, она конкретно мне, там, близким мне по духу, таким более, знаешь, живым, что ли, людям, она, наверное, просто не подходит. Не то, что мы, там, какие-то дураки, там, и не можем, там, посчитать какие-то сложные проценты, к примеру. Нет, просто ты в душе понимаешь, что это не то, в душе понимаешь, что, знаешь, как бывает, что все про себя все поняли, но сказать надо иначе, чтобы вот угодить. Вот это, наверное, еще бесит. То есть я бы хотел видеть вот еще результат своей работы. Вот когда я видел, как в Аквапринте, допустим, люди приходили с тачкой, и вот им нравилось, они вот смотрят, и они понимают, вот очень красиво, они тебе спасибо говорят, руку жмут. А тут ты что-то кому-то написал, там, выдал кредит, там, или не выдал. Может быть, даже они построят декатлон, будут радоваться, но ты не видишь этого. Тебя не заряжает. И очень быстро угасаешь из-за этого. Вот это, кстати, очень важная тема, видеть результат своего труда. Это ты очень четко подметил. Не видишь результат. Ты как вот, грубо говоря, ты здесь вот убрал мусор, и ты увидел свою работу. И ты когда, вот я когда работал на стройке, работа меня очень бесила, но я каждый день видел результат своего труда. И когда я уже в конце дня полумертвый смотрю на то говно, которое я натворил, я думаю, блядь, ну я крутой чувак. Проделал там такие отверстия в бетонной жирной стене, я думаю, ебануться. Вот такая вот, ну и я счастливый, еду домой с работы, которую я ненавижу. Но счастливый, понимаешь, потому что я осилил это. А у тебя получается, что ты делаешь просто что-то. И все, оно куда-то, знаешь, вот ты как письмо Деду Морозу положил, но отклика не увидел там, ну вы палочите что-то на карту. Ну и хорошо. Ребята, короче, ролик получился вот такой. Если он вам понравился, обязательно лайкосик, подписка, ну это понятно. Но еще, это у меня, наверное, такое, вот такое вот интервью, можно сказать, спонтанное, оно у меня первое на этом канале, на блоге Тихого. Если сам формат вам понравился, обязательно об этом напишите, чтобы я посмотрел ваш отлик. Потому что мне очень нравится общаться просто с людьми, немножко покопаться, узнать, что там, как это интересно. Потому что это жизненный опыт, обмен там и так далее. Поэтому обязательно какую-то свою реакцию ставьте в комментариях. Ну банку, конечно, привет всем, кто меня узнает. Надеюсь, меня с этого не уволят. Вроде ничего такого не сказал. А если уволят, значит... А если уволят, а ты, в принципе, не расстроюсь. Деньги есть. О, вот, все, деньги есть, все, отлично. В другом банке. Да. Ясно. Ну что, круто, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Все, братва, всем пока. Счастливо. Вот здорово. Не знаю, мне вот как раз такой вот формат очень нравится. Да, вроде неплохо получилось. Вроде как бы... Да и в маске было бы тупо, мне кажется. Как мудак какой-нибудь в маске бы стоял. Ну, в маске, понимаешь, это... Да и было бы, что бы я такого, да, говорил. А я, по сути, ничего не сказал. Вот именно, что у тебя не было здесь... Ты просто свою какую-то человеческую позицию... Ну да. Нет.